Хоба! Привет, с вами доктор Влад. Ну что, у вас там прощённое воскресенье, да? А у нас сегодня время поменяли, мы перешли на летнее время, и видите, время уже у нас пятый час, оказывается. Вообще-то, на самом деле, четвёртый должен быть. Вот, ну ладно, хорошо, будем привыкать потихонечку. Так, что там с прощённым воскресеньем? Мне кто-то правильно сказал. Я вчера рассказывал, что там из РПЦ вдруг объявили, что по СМС нельзя эти прощения рассылать и так далее. Это серьёзное дело. Мне сегодня одна тётя написала, ну, конечно, нужно пойти в церковь, купить три свечки. Ну, правильно, конечно. РПЦ на всём на этом зарабатывает, ребята. Ну, ладно, поздравляю вас с прощённым воскресеньем. Так, Трамп планирует увеличить расходы на освоение Луны. Ну, вот это тоже, это... Скоро будут очень похожие новости. Да они и так похожи. Что про Путина, что про Трампа. По данным издания, это Wall Street Journal, дополнительные расходы необходимы для программы в 2019 году, которая позволит ускорить сотрудничество между США и космической отраслью. Это как? Между головой и ногой, да? Сотрудничество в разработке и запуске спускаемых модулей на Луну. Ну, пускай, спускай. Давай, спускай. Этот, Трамп. Так, мина, которую пытался вывести из России американский дипломат, никому не угрожала. Так считают в Госдепартаменте. Это вчера, помните, да, мину он повез, а там, ну, без взрыва, то есть, со взрывателем, но без самого вот этого вещества взрывчатого. И вот русские ждали, что ответят американцы. Я говорю, они нахохочутся, ответят. Никому не угрожало, так считают в Госдепартаменте. Конфликт исчерпан, полагает в американском внешнеполитическом ведомстве. Ну, это, вот, Госдепартамент, я уже говорил, это Министерство иностранных дел американское, просто так называется, Госдеп. Мина была без взрывчатого вещества, ну и что. В российском виде считают, что американцы таким образом пытались протестировать надежность обеспечения безопасности в России. Да, может и так. В Венесуэльской столице уже третьи сутки без света. Вы можете представить, а? Третьи сутки. Конечно, жертвы есть. Конечно, в больницах отключаются идеалисы, все что угодно, а оперировать невозможно. Ох-ох-ох, почти не работает мобильная связь. Холодильники не работают. Без охлаждения свежие продукты в тропическом климате быстро портятся. Водонапольные станции не работают. Там вообще ужасно, ужасно, ребята. По некоторым данным причиной стал саботаж на крупнейшей в мире гидроэлектростанции. Глава государства Николас Мадуро обвинил в произошедшем, в произошедшем американских хатеров. Ну это надо же. Всю страну поставили. Уже не на колени, а ползку. Да. Россияне потребовали запретить съемки брата три. А снимает какой-то Стас Борис. Я тут посмотрел фотографии. О-о-о, да, это ужас. Вырастет из сына свин, если сын свиненок. Жители России обратились к министру культуры Владимиру Мединскому, фонду кино, отцу исполнительной главной роли Сергея Бодрова-старшего и обозревателю кинофильмов Евгению Баженову. Многие выступают против того, чтобы этот фильм был снят, так как в нем собираются задействовать лица уголовного прошлого и актеров, не имеющих отношения к фильму «Брат» и «Брат 2». Хотят нажиться на чужой славе, черным пиаром. Значит, Борисский анонсировал съемки третьей части. Он сказал, что хочет задействовать в съемках не только актеров, но и бывших заключенных. И заявил, что основанная на реальных событиях картина получится скандальной. Потом Борисский добавил, что собирается снять в роли киллера Никиту Джигурду, который будет отстреливать Пугачеву с Галкиным. Саундтрек для фильма должна будет написать Ольга Бузова. Бузова. Блумберг узнал о стратегии фабрики троллей на выборах 2020 года в США. Ну, в общем, они, знаете, что делают теперь? Они не пишут сами какие-то статьи там, да. Вот. Они поддерживают реально существующих людей. Вот. То есть, причем поддерживают в определенном плане, да. Упа. Меняют свою стратегию. Вместо самостоятельного создания контента, они начали усиливать политические разногласия в соцсетях при помощи записи из фальшивых аккаунтов. Ну, например, какой-то придурок там написал, что ему нравится Трамп. Я к примеру, да. Вот. Они его поддерживают, поддерживают. И получается так, что, хотя у него голос там один из миллионов, да, они его поднимают наверх, 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 понимаете? Ну, вот так будет. Посмотрим, что будет. Только что. Самолет «Эфиопиан Эрлайнс» с 149 пассажирами на борту потерпел крушение. Выполнял рейс «Адис-Абеба» на Айроби. Ужас какой. Глубочайшее соболезнование семьям. ЧП произошло в районе эфиопского города Дебрес-Зейд. Чего там случилось? Пока не ясно. На борту самолета находились 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Нифига себе. Да, соболезнование. Названы самые богатые актеры России. Богатые актеры. Кто, 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 кто? Первая строчка. 3,2 миллиона занял Дмитрий Нагиев. На втором месте Федор Бондарчук. У него 1,3 миллиона. Замкнула тройку лидеров. Популярная как в России, так и за рубежом актриса Светлана Ходченкова. Ее состояние оценили в 1 миллион. Третье место, значит, поделил с ней Владимир Машков. Тоже аналогичные доходы. Следом за ними Данила Козловский. В декабре прошлого года, ну вот недавно, были раскрыты гонорары российских звезд за корпоративы. Самой дорогой артисткой стала Алла Пугачева. Ее выступление оценивается в 350 тысяч евро. Вот так, ребята. Дорого, да. Юлия Латынина, код доступа. Ну вот, ребята, она выступает раз в неделю, да? Один раз в семь дней, а я семь раз в один день. И поэтому все, что вот она здесь рассказывает, вот абсолютно все, я уже об этом говорил. Ну, может быть, интересно кому-то ее комментарии посмотреть, почитать. Ну, это все уже бельем поросло, как говорится. Ну, что, неделя прошла, да? Все то же самое. Тройка диалог, отмывка денег. Это я все рассказывал. Единственное, что вот мне тут, ну, вот в самом конце, да, что, почему армия поддерживает Мадуро, это Венесуэла, да? Потому что он ввел ее во все супермаркеты, потому что он ввел ее во все нефтяные компании. Армию, армию. Он ввел ее в электрические компании. Ну, то есть, ввел в каком плане? Не просто солдаты там стоят, они этим управляют. Понятно, что после этого нефть перестала добываться, а электрические компании перестали работать. Но одновременно военные, которые получили это все в распоряжении, получили миллионы, даже миллиарды денег. Что сделали военные с этими деньгами? Правильно, они вложили их во Флориде в недвижимость. Вот так вот. Ну, то же самое, что в России. 600 агентов президента Путина. А он говорил, что якобы ФСБ выловило 600 агентов. Вот Геннадий Гудков рассказывает. Так статья называют, 600 агентов президента Путина. И вот он работал 10 лет в УКГБ по Москве, да? И вот он говорит, одного агента поймать, это называется, ТАСС уполномочен заявить и так далее. Это скандал. Даже одного, понимаете? Вот, а здесь сразу 600 поймали. Смотрите, вот он пишет, если мне не изменяет память, в год УКГБ бралось по личным порядка пяти агентов западных спецслужб. И это считалось выдающимся результатом пять агентов. Потому что провал агентов в любой разведке – это тяжелое ЧП, которое случается далеко не каждый год. После любого провала в недрах разведки начинается мучительный разбор полётов. Изучаются малейшие детали работы с разоблачённым агентом и так далее. А здесь 600 сразу. Ну, это что-то такое. Он никак не может объяснить. Он пытается как-то объяснить, но не может. Ну, в общем, вот так. Ксения Ларина. Вот насчёт Жванецкого. Почему Жванецкий пошёл и получил орден за заслуги перед Отечеством из рук президента? Ну, вот она пытается объяснить, что это... Слушайте, не обращайте на это внимания. Одни осуждают. Другие, кто мы такие, чтобы судить? И она это вообще никак не зафиксировалась. Кто-то остроумно написал, что это не Жванецкий перед Путиным прогнулся, а Путин перед Жванецким. И она в конце концов говорит, что пойдите, послушайте его просто, да, зал, когда он выступает. Послушайте, и вы сразу поймёте, что это за человек. Мне тоже... Я давным-давно убедился, кто такой Жванецкий, да, и что бы он ни сделал, что бы, какой бы поступок он ни совершил, он, в моём понимании, никак не меняется. Всё, это Жванецкий. Если хотите, это диагноз, в хорошем смысле слова, это Жванецкий. Точка отсчёта, понимаете? Вот. Ну, и последний у меня со вчерашнего дня ещё висит. 13 звёзд пенсионеров, которых никак не выгонят на пенсию. А, интересно. Лев Лещенко, 42-го года рождения. Евгений Петросян, 45-го. Оказывается, Петросян моложе Лещенко. Надо же. София Ротару, 47-го года рождения. Шуфутинский, 48-го года рождения. Винокур, 48-го года рождения. Все ровесники моего брата. У меня брат 48-го. Алла Пугачёва, 49-го. Ну, она помоложе, да? Валерий Леонтьев, 49-го. Надежда Бабкина, 50-го. Александр Буйнов, 50-го года. Ну, год рождения. Газманов, 51-го года рождения. Ирина Аллегрова, 52-го. Ирина Понаровского, 53-го года рождения. Так, Юрий Лоза, 54-го. Да, он, наверное, не поёт уже. Лариса Дорина, 55-го года рождения. Ну, а меня здесь нет. Владимир Ильич Меников, 56-го года рождения. Это я. Меня тоже никак не выгнёт. Всего хорошего. До свидания. Доктор Влад Свами.